Всегда приехала с дачи и привезла дачные стихи. Мне день рождения как раз приходится на дачный сезон. И поэтому много людей не собирается, и он проходит довольно-таки так грустновато. И вот, поскольку мы начинали с дня рождения, я хочу тоже прочитать стихи. Валентина, называется, посвященная дню рождения. День рождения, юбилей печальный. Год прошел, вроде совсем немного, но глянешься, поймешь нечаянно. Ах, какая долгая дорога, и какой нелегкий, неблизкий пройден путь. Пора подбить итоги, но не с целью, чтобы поставить обелиски. Просто вспомнить вещи на дороге. Было много памятных событий, было много встреч, как и разлух. Много откровений и открытий. Завершен очередной виток, замкнулся круг. Перевернута еще одна страница, и прочтен еще один роман. Ну, а где же та в руках синица? Пусть она хотя бы не орлан. Улетела за море синица. За горами скрылся и орлан. Лишь перо досталось от жар птицы. Но ведь это сказочный обман. Я одна, и ты мне только снишься. А кругом густой-густой туман. Дачное стихотворение. И еще дачное для тех, кто любит юмор. И ценит это. Но это уже такое веселое. В канун предзимнего сезона мы собираемся в гурьбой. Костры полим у водоема и хвалимся на перебой. Кто больше выкопал картошки? Кто огурцов собрал в ведро? Клубники целая, лукошка. Кто гриб нашел на полкило? Пропустим не один стаканчик. На веселя поведем домой. Вслед запоздалый одуванчик. Качает лысой головой. Лида Василева. На сцену поднимается Александр Симаков. И к выступлению готовится Соня Поляк. Продолжение следует...